Тихо сидим на уроке истории И поминутно глядим на часы Все непременно и все переменно Все совершится в положенный срок Ждем перемены, мы ждем перемены Надо когда-нибудь кончить урок Знания наши нам дорого стоили Поочередно мы держим ответ Трудно сидеть на уроке истории Сорок минут, как четыреста лет Знаем, что вызовут у нас непременно Строг наш учитель, как водится строг Ждем перемен, мы ждем перемены Только надежда у нас на звонок Мы глубоко уважаем теории И отличаем от этой неду Но почему-то уроки истории Не в моготу нам, но не в моготу Здесь нам положено быть откровенными Каждую лекцию знать на зубок Ждем перемены, мы ждем перемены Что ж не знали, что спаситель звонок Зря мы, наверное, с учителем спорили Наша грядущая на волоске Следует знать, на уроке истории Нас за провинности ставят к доске Классы другие придут нам на смену Все совершится в положенный срок Ждем перемены, мы ждем перемены Это еще не последний урок Прекрасно помню эту песню Я уже в более поздний период написал Тоже на эту тему А тогда я пел монолог равнодушной песни С этой песней меня никуда не выпускали А когда я ее спел на слете 25-м московском За нами я какой-то мужик все время бегал Сзади в каком-то кожаном реглане С какими-то безумными глазами Все время перебежками Мне вот я надоело, я остановился Я говорю, чего бегаете за нами? Да, говорит, послушать вас хотел Можете прямо подойти, сесть рядом с нами Да послушать Это он не выдержал Ну почему вы молодежь так негативно ко всему относитесь? Что-что такое? Я ему, помню, ответил, сам не помню Уже наговорил такого Тогда такое ностальгическое стихотворение и песня А как пели первые петухи Вся страна вставала не с той ноги Что ни день, то праздник легко понять Я на времечко то не хочу пенять Где цвели вовсю хохлома и кжель И ракеты всегда попадали в цель Той страны уж нет Я грущу ее о ней Я любил ее за размах бровей Ширину полей, глубину морей За чугун ее комнатных батарей Блях и медь Оловянный пустой зрачок За стального затвора сухой щелчок Коротким замахом руки В атаку двинул полги И поскакал в бусурманские степени И все, что он завещал Надежно внук защищал И защитил кандидатскую степень Мол, дед его избылин Морями крову шкулил Хоть за что и зачем Непонятно И доказал сам себе Пробелы в каждой судьбе Являют самые светлые бедна И в каждом светлом питане Герой на белом коне По снегу скачет веселый и смелый И за спиной белый дым И ворона белый над ним И в небе ангел трубит Белый, белый И за спиной белый дым И ворона белый над ним И в небе ангел трубит Белый, белый Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне Жили-были старик со старухой У самого синего неба Старик ловил неводом звезды Старуха их продавала Маршалом на погоны Так жили они, поживали Тридцать лет световых и три года Маршалы воевали Пока не закончились люди Старик ловил неводом звезды Пока не закончились звезды А Бог и его соперник Ловили души людские Пока не закончилось время По деревням ходят деды Боросят медные гаражи С полуночи лезут щеды С юга шпыни до жижи А в колусьях прелет зерна Пахнет кладбищем земля Поросли травою черной Беспризорные поля На дорогах стынут трупы Проводает богатырь В очарованные трубы Торубит матушка Сибирь На летове звенят гитары Тула точно топоры На дону живут татары На Москве сидят товары Льнет палочки русый рыцарь Захмелела голова На словах ты мастерица Вот на деле какова Не кричит ночами петел Не румянится заря Человечий пышный пепел Гости возят за моря Знать с великого похмелья Залязалась канитель То ли плаха, то ли келья То ли брачная постель То ли к савтриму быть и может Воцарится новый тать И никто нам не поможет И не надо помогать Я верю, что и никто нам не поможет И не надо помогать Такие же строки есть и Георгия Иванова Потом я много лет спустя Георгия Иванова прочел Страшное страшное стихотворение Ну по сути Ну и Когда мы опять говорим Об этой ностальгии В общем, гости мы пришли С вчерашнего дня И вот это слово совок Которое все время В этом ментальности Так называемого совка Не все было так уж плохо На самом-то деле Я очень люблю поколение 60-х Люди, которые действительно Искренне верили Только самые прозорливые Может быть, как говорится Предвидели Например, Межеровое стихотворение 61-го года Все хорошо Все хорошо Из Новозолея Сталин изгнан Показан людям Пикассо В гослитной сдате Бунин издан Цветам разрешено цвести Запрещено рука Саматом Все это может привести К таким проволочевным результатам 61-й год И все это имело место быть Ну а я пою Посвящение Поколению 60-х Большой, тяжелый, грустный Обветшалый В троле пополез Задумчиво Перебирая шпалы Шел повест Не ехал, шел Колеса волоча В лесах, как филин, бухал Внимал Скорок коворочки Грача В полях Ромашки Нюхал Готов ему, что Блох Пупса Попробуй Шерсти Достать Их Он жил Гордясь своей Рабочей Робой В шестидесятых А нынче Всем, кто Помнил С букварей В руках Вас Винтовка Он пел В краю Небесных Звонарей Кому Не остановка Но Рвали Дым Как Знамя Над Трубою Ветра Эпохи Что Временном Оставило С тобою Стихи Там Сдохи Большой, тяжелый Грузный Обветшалый В колечке Ниппы Пускает в небеса По старым шпалам И мне за ним Был Наш бажевоз Вперед летит Я сначала Такую коротенькую историю Раз Вы говорили Я первый раз Услышал Не совил Чебапина Познакомился А вообще Услышал Именно стихи Так вот Получилось у меня В 76-м году Дважды Я оказывался в Одессе Один раз на фестивале Потом просто так И Такое совпадение Ребята Говорят Двое К нам Григорий Михайлович Левин приехал Он будет От Чебапини Вот Посидеть Будем Там Понятно На квартире Не в зале Ничего Потому что Нельзя было Вот То есть От Чебапини Рассказывать Читать его стихи Ты знаешь Что такое Григорий Михайлович Я говорю Конечно знаю Дело в том Что у меня В 68-м году Учительница Литературы Вот я В последний Десятый класс Правило Я писал стихи Уже Значит В летобъедении Магистраль Который существовал С послевоенных времен Который был Говорят Михайлович Левин Что такое Магистраль Особенно Конец 40-х Начало 50-х Туда Ходили Влад Куржава Евгений Тушенко И так далее И так далее То есть Это Было такое Серьезное Солидное Ну я там Школьник Появился Потом Постабел В институт Потом Собственно Не ходил И вот Мы Двадцать Пересеклись Я Пересеклись Григорий Михайлович Меня вспомнил Я спел Пару песен Вот я сначала Иду спою Потом скажу Что буду дальше То есть Притом Посвященный Чайбабину Мы все Сели за стол Там поговорили Григорий Левин Меня узнал Значит Что сейчас Я спел Пару песен Вот одну Из них Я спою А потом Скажу Да Левин Меня похвалил Но потом И это Песня Это теперь Известная В ночном лесу Звучит Орган Прислушайтесь Звучит Орган Что Сон Или обман Прислушайтесь Звучит Орган Прислушайтесь Звучит Орган Скажите Кто Посмел Коснуться Кваж Так Чтоб Лес Под пальцами Дрожал Кто В этих Листьях Ноты Прочитал И все Кривое Музыкой Исправил Кривое Музыка Как часто Не хватает нам Услышать Что Звучит Орган Все Звучит Звучит Самовман Мы Есть Поскольку Есть Орган Живем Пока Звучит Орган Звучит От колыбели И до Гроба Все То Что В жизни Смог И что Не смог И даже Если Музыка От Бога Она Еще Всесильнее Чем Бог Звучит Орган Прислушайтесь Звучит Орган Что Это Сон Или Обман Прислушайтесь Звучит Орган Прислушайтесь Звучит Орган Орган Прислушайтесь Пока Еще Есть Время И Этот Лес Не Начали Рубить Пока Еще Мы Кажется Умеем Надеяться И Верить И Любить Да 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 Аплодисменты Аплодисменты Игорь Михайлович меня похвалил, сказал, что не хожу в длительное обитнение, сказал, что я обязательно приходил снова, а после всего произнес фразу, о чем обидно мне было нисколько, а теперь мы займемся серьезным Борисом Чебабином. И, в общем-то, конечно, он был прав, и с Чебабином мы все познакомились уже позже, уже с настоящим Борисом Чебабином, человеком, уже в Киеве, наверное, да, или где-то чуть-чуть. Нет, он был в Киеве на фестиваль «Бардовские песни», я как раз не был этим фестивалем, я познакомился немножко позже. Ну, а я там, значит, теперь займемся серьезным. И потом я в магистраль, который переехал в Центральный дом культуры железнодорожников, их тоже тихонько вытесняли, это 80-е годы, 70-е, 80-е. И совершенно изумительные вечера, на которые попал Лев Генбург, переводчик. Это фантастика, это можно долго рассказывать, вообще про это вечер. Но была одна вещь еще, я отдал Григорию Михайловичу подборку, а дальше была одна единственная фраза. Мы шли втроем к метро «Сокол», и он разговаривал со старостой, и потом бросил мне одну фразу. Говорит, вы готовьте к выпуску, то есть сначала мне произнесли, а потом готовьте к вступлению, чтобы вступил в магистраль Юрий Лоруссов. Но я больше не пошел, потому что это фраза, которой было достаточно. Он повернулся и сказал мне очень жестко сначала. Есть одно «но» – поэзия, не книга жалоб. Понятно, да? И для меня это вот такое на всю жизнь, это такой вот удар по голове, который все поставил на свои места. И, собственно, потом я стал писать вообще совсем по-другому, но... Сейчас я одну секундочку... Пока Юра настраивает, я два слова Борису Алексеевичу. Все порядка, да? Дело в том, что он авторскую песню не очень жаловал. Не жаловал совсем. Но при этом, да. Он очень любил Галича. И у меня есть записи, которые Андрей Крылов мне передал. Первая встреча Чичебабиной-Галича. На квартире у писателя Шарова, где Галич считает впервые поэму «Кадиш», а Борису Алексеевичу те стихи посвящения Твардовскому, за которые его изгнали из Союза писателей. И дело в том, что Борису Алексеевичу... Мы и познакомились так. Я не журналист, но мне предложили сделать несколько перетач на Харьковском телевидении об авторской песне. И я Борису Алексеевичу. Дома у меня его снимали. Он говорит, ну Галич, ну Галич, это же поэт в первую очередь. Поэтому я его люблю в первую очередь как прекрасного поэта. И я помню, когда Володя Каденко прочитал Борису Алексеевичу свои стихи, Борис Алексеевич спросил, это песня? Он говорит, да, а жаль. Но с другой стороны, все мы люди, понимаете, все мы пристрастные. И поэтому это все абсолютно нормально. Но с другой стороны, я Бориса Алексеевича так призвал на Харьковский конкурс авторской песни. Он сидел, морщился, тщательно записывал все, анализировал. Но в одном моменте он только не выдержал, а сорвался. Там один молодой человек пел песню о Соломее. И мы люди взрослые, слова были такие. Наверное, хотелось, чтобы все было красиво. И спел так. Пляши, Соломея, пляши, пока лона твою свежо. После этих слов Бориса Алексеевича начал осисти. Он заржал невыносимо. Моя жена спрашивает, а не извините, у вас есть коньяк там? Она говорит, да, я не говорю, мочку. Поэтому я его выбила немножко из колеи. Но с другой стороны, там был один парень с Башенбой, он пел очень интересно. Я говорю, вот видите, трудно сказать, что это текст, если с листа не читается. Но когда человек это поет, это достаточно интересно. Он говорит, да, согласился. Извини, что перебил, но как-то слово за слово, правильно? Да, я просто к тому, что, может быть, последовало сразу после того разговора. Или почти сразу. Приехали, вот-вот и остановится перрон. Приехали, и вот уже глядят со всех сторон. А конца дряхла вокзала, старухи с грязными узлами, Делиться наглыми глазами и проводниться, как собака злая. Приехали, куда? Не знаю. Приехали, скажите мне, какой пошел здесь век? Приехали, откуда же так много здесь коллег? Коллег с голодными глазами, коллег с забытыми слезами, коллег с безумными глазами. Вы скажете, в ответ была война. Приехали, какая здесь страна? Приехали мы на конечной станции с тобой. Приехали, довелся таки вагончик голубой. Приехали, так что же ты грустишь, друг старый мой? Приехали, приехали домой. Ну и, собственно, насчет давнего спора. Вообще-то и кушню, что не надо, гитарные подпорки и так далее. У меня просто, в принципе, есть песенка. Просто есть одна вещь. Поэзия все-таки не текст, а речь. И у лорки есть фраза, что стихи на бумаге – это еще не стихи, их нужно поднять в звук, в речь. Поэтому вот два направления, они, собственно, существуют. А у меня песенка такая, поскольку я учился в Голгоразличном институте, это здание старого университета на тот момент, и желтого цвета. Это так, чтобы было понятно, да, что там о чем пойдет речь еще, да. И с перефразами в конце, кажется, там стихи из известных стихов. Я известных поэтов, я не буду даже называть. Все неизвестно. Поэзии бумага не нужна. Поэзия нисколько не сложна, А значит, ни копейки не должна Вам для потехи. Ты помнишь желтый дом на Моховой, Свет фонаря на мокрой мостовой? А где аптека? Нам позволяли алкоголь и блог. А мы из них такой взрастили плод, Что по трубе течет? Библейский брат или неглинка? Вокруг оси вращается манеж, Бродяжничество сквачено, Минаж от раз, звезда и планка. Я понимал, что звезды не рубин, Но старший почему-то не грубил, И кто-то на носу мне зарубил. Что будет хуже? Есть мавзолей, а были колизей, Даганка, современник, круг друзей. С годами ужин, До встречи в Александровском саду. Я повзрослел, я даже стал седым, Но мы дождемся страшного суда Или подначки. Я закурил, присев на парапет, Не приходи, честнее пропадать По одиночке. Когда Юра пел «Ночном лесу» звучит орган, И приехали, и эти песни я хорошо знаю, И помню, крутил на этих бобинах, Помните, еще как раз попала мне Юра на запись, И я пел «Мой древний дворик дровяной» Ну и есть песни, которые я люблю, Когда мы с Юрой встречаемся, Я всегда прошу их с Петиной, Надеюсь, он тоже их споет, Потому что я люблю. Да, Юль тоже, конечно. Немножко можно сместить, Мне кажется, пластинку. Песня называется «Мой», Посвящена моей жене. Шагая чуть и прога, На каблуках высоких, Дорожайшая супруга Ко мне прижалась боком, И я, супруг, дрожайший, И оба мы дрожим, И ты мне предлагаешь, Давай-ка пробежим. Вода летит отвесно И пузырится в лужах бежишь, Тяжеловес с отышкой неуклюже, И башмачок хрустальный, Размер с роковой, С ноги твоей слетает, И ты кричишь мне «Стой!» И я самозабвенно В ручей за ним стягаю, И я его мгновенно В припрыжку настигаю, И мы с тобой смеемся И шутим не в попад, И мы в любви клянемся, Как много лет назад. И вот уже в обнимку С одышкой, но без дрожи, Как на семейном снимке, Я старше, ты моложе, И тщательно стремимся Признание заглушить, Что так с тобой боимся Друг друга пережить. Техника идет вперед, Мы с Юрой воружились тюнером, Он внутри, У меня снаружи, А гитара все равно расстраивается, Это значит, все нормально. Просто это быстрее, Чем больше я веду. Я всегда завидую тем, Когда расстраивается гитара, И он так две, три, четыре минуты Спокойно. Хорошо. А теперь я вот, наверное, Свою песню на южную тему. В Харькове сейчас морозы, Такие же, как и здесь. Почему-то считают Харьков Южным краем, а ведь. Температура, ну, у нас обычно, Как в средней полосе России. Хочется тепла уже, правда. На горячем песке Загорает раскрытая книга, Детективный роман, В коем правит сюжетом интрига, Где коварно, но будет в мосты Молодой генераль, Иностранной разведки агент, Ветер книгу листает, А дальше, Дальше только обложка оваль, Приключения краткие, Ветер книгу листать Начинает в обратном порядке, От развязки к началу, Где живы герои роман, Что весьма с точки зрения Доброго ветра куманно. Генерал с генеральшей живут, Словно голубь с голубкой, Иностранный агент Загорает в Крыму под олупкой, Пьет вино, изучает народа Дурные привычки, А хозяева книги, Вдруг вспомнят они В электричке. Южное стихотворение У собачонки голос тоненький, Она не лает, А поет. Сидит мадам над джином с тоником В прибрежном баре Эль Койот. Бармен зевает, Пиво пенится, И берег пляжную длиной Перемножается и делится На сумму выручки дневной. На сушу выпросилась камбала, Виновен сероводород. В ее глазах застыла шамбала, А может быть, наоборот. Рекой познание космическое Наплывет внизу Тибет. Счастливой долей кармической Она довольна, Рыбы нет. Есть малых огоньков метелица, Где очень скоро будет танк, Где половые клетки делятся Внутри скучающий мадам. Такое эзотерическое. После этого нужно... Танко, танко, после этого нужно... Интеллектуальное танко. В высших сферах интеллекта, Где ссылаются на Гегеля и Канта, В состоянии гипнотического транса, Отупленные беседой, Табаком и алкоголем, Словно водоросли медленно, Накачались в ритме танго, И подскрепло дыхание, Саксофона, А плеча расплескавые губы. Он шептал о том, что жизнь, Существование всевозможнейшего рода, Одиночество. И рука его скользила в декольте, И согласованность в движениях, Убеждала в несомненном преимуществе, Немыслить подольше с растенью. Где-то там, вблизи в море, Чтоб забрызганной рыбьей чешуею, У него над головой свергало небо, Чтоб раскачиваясь медленно и плавно. Служит редкой красоты, Колоратурная собрана юной девы, Что поет о бедном юноше, Который предел темными стихами, Но при этом был несчастным, Ужасно одиноким, Но как всякое растенье, Без участных страданий, Взрепенуться на вдохни, Если с моря вдруг накатит Освежеющий, влажный, легкий брыз. Но поиграв полной, Он взбродит покой, Росыпи дальних огней. Сдавлены столы кораблей, И только хриплое дыхание саксофона, И только страстное мучанье контрабаза, И только плачь От глобанных камней. Я не знаю, почему-то так вот, В ответ на спектр, Раз, два, три, вот, Толь. 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 Кто эту осень по деревьям расплескал, В ней кровь на золоте, И золото на кровь, Проженье осени, Налить ее в бокал, И пить за чье-нибудь здоровье. ПЕСНЯ И с каждым часом становиться веселей, В вине печали перебродила, Не вспоминай о ней, Еще бокал налей, Но так, чтоб каждому хватило. Что за беда, что за вина, И спить до дна, С извечной жаждаю отсчитывая время, И наше золото, и кровь к исходу дня, В крови и золоте деревьев. Мы ждем, когда нас ветер в небо унесет, На веки связанных с землею. Проженье осени блажен, кто осень пьет, Ее вино спасет зимою. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А я сижу без денег, Устая голова, Приходит в мир без денег, Играющий в слова. Продяга и безбожник, Так кажется ему, Приходит в мир художник, Не нужный никому, Не нужный никому. АПЛОДИСМЕНТЫ Безусы и подростки сшиваются на вино, Журналы из киоска с актрисами кино. АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, что я делаю сейчас? Я на одну мелодию пою другую песню. Так говорю, вонись. Подумал об одной. Значит, вернемся. Вернемся, нет. Я знаю, что сделаю. Я потом тебе тоже расскажу. У меня одну. То есть, слова из одной песни Пою на мелодию другой песни. Понимаете? Но главное, подходит, Юра. Нет, не подходит. Потому что я не ходу, думал. Вот тут такой перекресток. В тумане алкоголь Куда бредешь, поэт? В карманах по глаголу Да только спичек нет. А здесь тебя не ждали, Пока ты пил и пел, Сердца бы обжигали, Что разум закипел, Что разум закипел. Оставь стихи и речи, Покуда ты не бит. Поэт, молча вечно, Нас заедает путь. И ничего хорошего На нынешний денек. Вот разве у прохожего Найдется огонек? Найдется огонек. Ну да чего ж не просто Сегодня прикурить. То гаснет папироса, То спичка не горит. Поэт, ты шел бы лучше, Куда глядят глаза. Здесь никого не слушают, Всем хочется сказать, Всем хочется сказать. А ты все с этим пламенем И не справишься никак. Все камень бьешь, а камень, Но отсырел табак. У всякого поэта Глагол, свинец и ртуть, Как дуло пистолет, Поместится во рту. Ты была в ту ночь прозрачной, Как луна в реке равнин. Я к тебе не прикасался, Я боялся утонуть. Зарастал поселок дачный, Узиной и крапивой. Все ушли, а я остался, И никак не мог уснуть. Я никак не мог уснуть. Страшно руку протянуть, Потому что ты прозрачный, Сквозь покинутые дачи Прорастает бузина. Ничего не будет. На тебя взглянув краткой, Я другой увидел берег. Он так круто поднимался, Он стремился в небеса. Спелый ягодой сладко, Он манил, а я не верю. Я с тобой не обнимался, Отвести не мог глаза. Отвести не мог глаза. До рассвета полчаса, Ты прозрачна, ты красива. Бузиной и крапивой Пахнет кожа, может быть, Дай мне реку переплыть. В камышах я веду лодку, Ты купалась, ты прозрачна. Пусть она качала веткой, И поймала лунный блик, Берег дальний путь короткий. Пожелай мне удачи, И не позабудь монетку Положить мне под язык. Мы решили с Юлой по три песни петь. Ну вот когда запел... Нет, это не догма. Это не догма. Нет, не догма. Мы можем как угодно. Но дело в том, что... Я услышал эту осень по дереве Расплескать. Очень люблю эту песню. Но думаю, нужно спеть тоже об усине. Унылый день перед Амановою Проносит серый холстый взгляд, Процапывал иглою в тумане Ближние кусты за неметенными Стволами деревьев, Виделись едва, На них размытыми шарами Светилась желтая листва, А дальше, дальше что-то проступало Большими пятнами в разброс, И оттого напоминало Письмо размокшее от слез. И все, что музыкой не стало, Не обрело, покуда слов В меня с небес перетекало Ручьями веток и стволов. Аплодисменты Ну и занял же эту линию Взял лирическую. Он говорил, едва дыша, Будешь моей осоллею, Будто бы следуя ножа, Лед посыпая соллею, Деревь запирая на замок Уже никогда он не чаял, Но поутру туман помог, Лед без тепла растаял, Счастье лимир ищится в краю В далеком слышится, Как плещется волна Буоком. В доме осталась его женой, Богу благодарил он, Но незаметно наладанной Небо ее кровил он. Солнце лето дымит Белемом, дым ли ползет за днями, Так заросло оно бельем, Мокрыми простынями Счастье лимир ищится в краю В далеком слышится, Как плещется волна У окон. Майник тонкой рукой качнет, Тихо живет, не ропщет, Молча белье стирать начнет, Выкрутит, проволочит, Так отчего же он сам не свой, И сон ли его не заводит, Как по веревке бельевой В небо она уходит, Счастье лимир ищится в краю В далеком слышится, Как плещется волна У окон. А теперь я хотел вас познакомить с творчеством очень интересного поэта, замечательной Ольги Родионовой. В журнале «Знамя» была большая подборка ее стихотворений в 2008 году. Захотелось побольше узнать, узнал, что она живет в Америке, в небольшом городке. И вот я вам спою ее стихотворение, стихотворение тоже очень разное, но на другое не похоже, в котором мне кажется, что она как женщина очень точно обозначила, какой может быть мужская истерика. Конница, конница, Голова в бурьяне, Сапоги в сугруде, Глаза в слезах. Здравствуй, Маруся! Изменил по пьяни, Извини, упал в дорогих глазах. Здравствуй, Маруся! Изменил по пьяни, Извини, упал в дорогих глазах. Вот моя душа, Застрелит на вылет, Вот моя деревня, Полон дом травы. Извини, Маруся, Хотелось выжить, Не сносил, как будет, За головы. Извини, Маруся, Хотелось выжить, Не сносил, как будет, За головы. В наши сотни, Танешь в бешей роте, На груди георги, В груди весна. Вы поглыбше, братцы, Меня заройте, Чтоб она не видела из окна. Вы поглыбше, братцы, Меня заройте, Чтоб она не видела из окна. Вдоль парички Лебеди да гуси, Синий в бурошке Зеленый шум. Здравствуй, Маруся! Прощай, Маруся! Больше ни словечко Не напишу. Здравствуй, Маруся! Прощай, Маруся! Больше ни словечко Не напишу. А потом в другом городе Один молодой человек После концерта И подошел И так заинтересованно Спросил, А что мы имели ввиду? Полон дом травы. Даже современное прочтение. Что-то не бывает, да? Да. У меня почему-то Песни, я не знаю, пока Надо посмотреть. Сейчас, Юра, Пока ты ее тоже Да, вместе. А как звучит Совместно Настраивая гитары Мама, Чего это? Песня Температура меняет Все влажно Да, естественно Все плывет Он написал стихотворение Как настраивается гитара Что-то быстрее С помощью техники Набыстрее Техника показывает, что все в порядке А уши не соглашаются А уши не соглашаются А уши не соглашаются Я не понимаю, почему Объяснить не могу Почему такие ассоциации Возникают С моими песнями Которые поют Да? Забавно Ехали цыгари Через степь Через степь При Азовскую Где чернополох Да чистотела Да трава Пересовывая Ты меня не ждешь Я тебя Не помню А короткий дождь Колодцев Не наполнит Ворон Прокричит И полетит На полдень А куда нам путь Не угадать Там сухой степью Провелькнем И канем А нам горячий ветер Обошел дыхание Что ж мы разбрелись Под свет Как цыгань Ищем воли Воли не видать Вольно Вольно Цыганам Кочевать Да не знать Что земля Длинна Под открытым Небом Ночевать Где Привал Там и Родина Не Переживай На субитый вечер Позднее Будем Зажигать Тебе косты И звезды Ты моя душа Всего лишь Смех И слезы И куда нам путь Не угадать Мы покрыты Пылью Водом И загаром Пой Гуляй Пляши Играй Живи Задаром Может быть ответят Бубен И китай Где живой Воли не видать А звенело лето Пупенцом По степи Осетает Пыль Завари мне чаю С чабрецом Где цыгане Где ложь Где пыль Пой Гуляй Пляши Играй Живи Задаром Душу Весели мне Бубном И гитарой Мы покрыты Пылью Полотом И загаром И куда нам путь Не угадать Ты меня не ждешь И я тебя Не помню А короткий дождь Колодц Не наполнит Ворот Поль кричит И полетит На полдень Ищет воли Воли не видать Ехали цыгане Через степь Через степь Приазовскую Где чертополох Да чистотел Да трава Пересох Пахуху На투 Чёрные Дyun Воли Я думаю, что сейчас я расскажу одну вещь и пою из новых одну песенку. Просто, может быть, я ждал этого концепция, чтобы все рассказать, вообще всю историю. Какие-то вещи, это вообще просто, так сказать, из кухни совсем. И мы сделаем пишет, да? Хорошо, хорошо. Тем более, что с Володей мы тогда, еще в 80-м году, многие вещи выяснили. Дело в том, что еще не так давно людей по фамилии Лура в городе Харькове было больше, чем в Москве. Серьезно, да. Просто там жил старший братного деда, родной дед погиб. Но я его никогда не знал. И, собственно, его дети, внуки и так далее. Папы и братья двоюродные. Пусть никого нет уже. Вот этого поколения нет. И у меня в Харькове живет троюродный брат. Он, жена и дочка. Все. Которым, кстати, отец-то знаком, отец мой мой, а я нет. Ну, неважно. То есть в Харькове я бывал раньше часто довольно-таки, а сейчас вырастут практически чаще к друзьям. Но уже тоже редко, потому что два разных государства, и в стране все сложнее и сложнее. Вот. Теперь рассказываю, чего Харьков. У меня... Сейчас будет все понятно, к чему я веду. Год назад я был в Израиле, и зимой как раз, и все переживали, что нет дождей. Ну, я написал песенку, это все было в Хайфе, и в Хайфе спел. Первый раз у Жени Генгайева дома. Так вот, есть одна вещь. В 63-е годы была одна песня, она там по созвучию. Она мне помогла. То есть я ее не помню, мелодию, текст, я ничего не помню. Но была песенка такая, в Хайфе, 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 в Хайфе. Ты не помнишь такую песню? Она не была очень популярной, но она совершенно... Я ее слышал раза два в жизни, она совершенно изумительная песенка, очень красивая. Я не помнил ни мелодии, ни слов, ни важного. Только одну фразу. Но она мне помогла написать эту. Вот признаюсь, видите, в каких. Но самое главное, что дождь пошел по станках и спел. Долгая зима, суетливый век, бесконечное лето. Радио бубнит из приличных слов, составляет ложь. Это не планета, вращаясь, летит мелкая монета. Но надежда есть, потому что в Хайфе пошел дождь. Это не планета, вращаясь, вращаясь, летит мелкая монета. Но надежда есть, потому что в Хайфе пошел дождь. Значит, до сих пор, вопреки всему, небеса открыты. Свежая вода от молочных львов, для медовых почв. Значит, подставляйте скорей тазы, ведра и корыта. Пригодится все, потому что в Хайфе идет дождь. На твоем лице, на моем лице капли поцелуи. С листьевой ветвей, сдувает ветер из райских рощ. Головы задрав, руки в облаках, мы идем танцуем. Потому что дождь, потому что в Хайфе идет дождь. Головы задрав, руки в облаках, мы идем танцуем. Потому что дождь, потому что в Хайфе идет дождь. Это для тебя над землей висят миллионы радуг. И в любой стране, побыстрее любых электронных почт. Радио Бубнитова мне поет беспричинная радость. Это значит дождь, это значит в Хайфе пошел дождь. Радио Бубнитова мне поет беспричинная радость. Потому что дождь, потому что в Хайфе идет дождь. АПЛОДИСМЕНТЫ А вы разошлись только к перерыву. Ну давайте тогда в Хайфе идет дождь. Просто я был в 2002 году на фестивале на Дуговке. Был я дома, выступала и у Жени Гангаева. А теща его Харьковчанка и прекрасный художник. Художник она замечательный. И вот несколько стихотворений из Иерусалимского цикла. Он плоский камень мостовой, шершавый, пористый, сухой, горячий, желтый. Он храм, где купол без опор. Он стоязычный разговор, куда б ни шел ты. Здесь, как германец легал, я торопливо постигал его высоты. Когда питали каблук, из камня выбивали звук древнейшие ноты. Блаженный течи легкий прах в его покои за холмах. Без горя сон там. Здесь близко Бога окликать, а дали его рукой подать до горизонта. Со злобной нашей правотой здесь небо спорит прямотой лучей отвесных. Палящих зноем стольный крат, где шаг всего от царских врат до брат небесный. Посвящение Юрия Левитанского. Он долг перед Родиной выполнил, перед Богом не выполнил. Он записочку в щель между святыми камнями вкладывал. Как в слово всю душу вкладывал. А потом ладони горячие положил на камни горячие. Ах, какая судьба ему трудная, светлая выпала. Ветер был, и записочка выпала. А он не заметил. Отъезжающим. Кричали птицы неотлетные. Поразло полета кругосветного. И лица строгие, банкнотные. Смотрелись облака овсетного. На штампы регистрационные. На чьи-то визы многократные. И в чрево лайнеров бездонные. Входили люди невозвратные. Рассыпался пакет с покупками провожающего пассажира заполошного. И провожающие группками стояли на краю прошлого. Где плиты гладкие, бетонные. Обрамлены огнями взлетными. Где люди в небо вознесены. А значками становились нотными. И чтобы идти на перерыв. Я предлагаю спать. Давай споем. Ты пил цыганочку. Вот давай я отвечу. Тебе тоже цыганочка. Дело в том, что цыганочки как таковой у меня нет. Но в цыганском стиле есть. Дело в том, что духовная жизнь нашего народа. Если говорить о большой массе конечно. Она переродилась, вылилась к любви телесериалом. Поэтому количество этих телесериалов невообразимо совершенно. Я программку как-то специально посмотрел. И обнаружил, что в течение одного дня по разным каналам порядка 60 телесериалов. Я решил, думаю, может посвящение написать. Но я их-то не смотрю. Для того, чтобы написать посвящение, мне пришлось все-таки хоть одну серию одного сериала посмотреть. Я решил для себя так. На какой ткну, как на улице, на какой попаду, тот и за основу возьму. Раз и попал на телесериал «Кармелита». О сложной цыганской жизни. Ну а дальше уже, как говорится, Остапа несложно. Эх, раз пахнем, да еще раз пахнем. Доставал Янка пистолет Магнум. Целился в лялю ветреную жонку, Чтоб послать пулю в ее селезенку. Эх, раз осечка, да еще раз осечка. Еще много, много раз, много раз осечка. В таборе об этом было много звону. Взвалил бы с шумом, попал бы на зону. Эх, раз в бубен, да еще раз в бубен, И еще много, много раз пить емси будем. Выпили, поели, вымыли посуду, Дали ему ножик, режею паскуду. Эх, раз резал, да еще раз резал, И еще много, много раз, много раз резал. Резал, не дорезал. Цыганки живучи наполняли слезы, Учить ее жгучи. К серии десятой ляля оклемалась, А до сто десятой она отрывалась. А в двести десятой правда все открылось, А в триста десятой все уже забылось. А в четыреста десятой конь плясал с бояром, А в пятьсот десятой ляля стала яном. А в шестьсот десятой деньги поделили, А в семьсот десятой я назвали ли. Завалили Яна, кто ж его забудет, Не плачьте рубалы, продолжение будет. Эх, раз, да ладно, да еще раз, да ладно, И еще много, много раз, много раз, да ладно. Продолжение будет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ